Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы продолжаем устраивать эпичные баталии и менять историю в игре под названием Make War. Да, мы в прошлой серии открыли новый уровень, уровень битвы за Сталинград, но мне хочется открыть абсолютно все технологии, которые можно встретить в битве между викингами и англосаксами. Осталось всего лишь две технологии, а потом мы двинем уже дальше. Ну и давайте взглянем на войска. Англосаксы готовы. Их стало больше, а вот викингов почему-то стало меньше, и их ряды слишком разрозненные. Почему у них нет никакого боевого строя? Он же точно был. Ладно, плевать, какое задание. Пришельцы должны сражаться в течение 90 секунд? Пришельцы должны жить целых 90 секунд? Вау, 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 вау. Я не знаю, получится ли добиться такого эффекта. Ну что ж, давайте попробуем. 90 секунд это очень много. И даже некоторые планы на этот счет у меня есть. Войска придется разместить по-любому в каком-нибудь из углов. И как-то огородиться от врагов, используя различное оружие. Например, я поставлю бойцов здесь дальнего боя. Так. Максимально плотно. Окей. Далее я поставлю бойцов ближнего боя, чтобы они их защищали. Не знаю, насколько много англосакских воинов на меня двинется сразу. Но попробуем все-таки атаку отразить. Сто пудово двинутся не все. Если все, то это прям печально супер максимально. Здесь башня Теслы. Здесь башня Теслы. Здесь башня Теслы. Разумеется, нужно побольше мин, чтобы скосить вражеские войска. Далее нам нужны турельки, опять же, для защиты. Турелька здесь, турелька там, турелька тут. Которая сможет сразу подкосить кучу воинов. Турельку здесь поставлю. Далее можно попробовать спрятаться порталами. Тоже вполне себе эффективное, наверное, средство. Будем перемещать бойцов вражеских подальше к викингам, чтобы мои жили. Такс. И еще один портал поставлю здесь. Линия обороны получается просто сногсшибательная. Можно попробовать еще гипнотические башни использовать. Но насколько это эффективно, я, скажем так, не знаю. Такс, ладно. Ну давайте поставим гипнотические башни еще. Осталось настроить наши... Ой, у меня их три штуки. Осталось настроить наши турельки. Будут стрелять они сюда, сюда, сюда. Да не ты. Вот ты. Сюда и сюда. Начинаем бой и смотрим, сколько мы сможем прожить. Самая большая угроза, как оказалось, здесь от дальников. Блин, 80 секунд. Охренеть. Как выжить столько времени? Мы держимся. Ну вот дальники. Блин, надо было уничтожить как можно больше дальников. Тогда шансы бы появились. Значит, вот эту турель нужно будет перенацелить на дальников. Чтобы что-то у нас получилось. Ибо они сейчас просто уничтожат всех моих лучников. А это неприемлемо. Но тут подходят еще и викинги. Ой, смотрите-ка. Викинги ментняют направление атаки, но... Сколько? 40 секунд прожить. Уже викинги успели сюда дойти. Как прожить столько времени? Алло. Я быстрее всех врагов убью, нежели проживу 90 секунд. Че я должен сделать для того, чтобы прожить 90 секунд? Вай, 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 вай. Как сложно-то! Так, ладно. Дальников тогда мы отправим с помощью летающей тарелки. И турельки я перенаправлю на дальников. Чтобы они, все вражеские пехотные войска, не убивали раньше времени. Видимо, проблема была в этом. Викинги слишком быстро ко мне подошли. Это было неприемлемо. Вот, когда мы их убрали... Вроде становится получше. Хотя все равно дальники жестко агрятся на меня конкретно. Нам бы оставить хотя бы одного дальника своего. Черт, все равно 50 секунд. А меня сейчас просто расстреляют. Да ну, это безумно странное задание. Я его никогда в жизни не смогу выполнить. У меня нет ни единой мысли по поводу того, как можно выживать в течение 90 секунд. Просто нужно реально жить 90 секунд. Так, еще раз смотрим, что происходит. Кстати, телепорт практически не срабатывает. Я знаю, что можно сделать. Можно викингов наступление остановить. Сделать его не таким масштабным. Поставить здесь просто несколько гипнотических башен. Вот, уже план получше. Посмотрим, к чему это приведет. Лучников украли. Но вражеские лучники продолжают... Ой-ой-ой, как же жестко. Они меня наказывают! Все, мы всрали. Прожил всего лишь 19 секунд. Охрененно. Убиваем. 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 Турельку вообще лучше эту переместить. Вот сюда. Такс. Эту турельку переместить сюда. Поехали. Охренеть! Все, все абсолютно милики на меня агрятся вражеские. То есть расположение войск не самое удачное. Придется все очищать и пробовать... Пробовать сделать по-другому. Ладно. Назад. Где? Где кнопка очистить? Алло. Во. Очистить поле. Хорошо. Переместим наши войска. Значит, куда-нибудь в центр. Я думаю, там они смогут выжить. Может быть. Хотя бы не все сразу на меня заагрятся. А это уже большой-большой плюс. Можно было бы еще здесь засесть. Но опять же, все викинги побегут на меня. Не круто. Попробуем в центре. Вот где-нибудь здесь потусить. Не знаю. Тоже очень сомнительный вариант. На меня заагрятся и викинги, и англосаксы, и все-все-все-все-все. И будет очень тяжело. А! Очень тяжело. Ладно. Мины, 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 мины. Мины. Парта. Ну, пока так. Посмотрим, как вообще ведут себя враги. Да, они все тупо в меня идут. Конечно, самый главный враг пришельцы. Зачем нам сражаться друг с другом, когда нам нужно сражаться с пришельцами? Но зато я прожил 18 секунд. Блин. Какого хрена? Ну, разве что можно сделать портализацию такую, да? И какое-то количество воинов все же отправить подальше от меня. Отправить сюда, например. Здесь поставить одну башню. Здесь вторую. И уже должно быть получше. Не такой натиск будет серьезный. Хотя все равно крайне серьезный натиск. Вот этих англосаксов. Маленькую пачку англосаксов нужно убрать, и тогда что-то получится. Вот эту маленькую пачку. Ну, вопрос решается довольно просто, я думаю. Они сами виноваты, что они решили нападать на меня. Турельки должны поправить ситуацию. Так, уже получше. Но все равно, вот эта маленькая пачка как-то опять умудрилась прорываться. Почему мы не можем их просто расстрелять? Зарубили последнего, блин, сволочи. Вот так. Башни Теслы. А че я забыл про башню Теслы? Блин. У нас же есть оружие. Самое лучшее оружие в истории и вообще всего. Это башни Теслы. Точняк. Они помогают долго жить. В этот раз викинги прорвались. Все, все погибли, пришельцы моих живут. Что же будет дальше? Они реально бегут на меня. Нет, что... Они все пытаются где мне спрятаться? Чтобы враги просто столкнулись друг с другом, а я в это время сидел и... Пил кофе и... Я не знаю. Ну, давай попробуем тебя перенести вниз. Может, здесь тебе будет побезопаснее. Нет, опять же, они агрятся. И с той стороны, и с той. Надо как-то защитить. Надо как-то место найти. Может быть, мои чуваки могут как-то... Мои чуваки могут вообще телепортироваться или нет? Ну-ка. Так, с портал один. Поставим его вот сюда и посмотрим, сможет ли мой чувак телепортироваться. Да че ты его обижал-то, придурок? Я специально поставил, чтобы ты наступил на него. Да, мой чувак может телепортироваться, слушайте. А я не знал, что мой чувак может телепортироваться. Это многое меняет и позволяет придумать, может быть, что-то даже. Очищаем поле. И расставляем здесь бойцов ближнего. Ну, хотя это ближний бой, они не успеют так жестко. Ладно. Здесь будут стоять дальники. Если они сойдут с места, они смогут... Ой. Ой, а че я придумал-то? Ну, все равно дальники убьют. Я бы мог огородить их полностью порталами. И тогда мне бы вообще ничего не было. Но дальники до меня достанут. Вот в чем проблема. А я уже, блин, думал, придумал решение проблемы. Но решение проблемы не придумано до сих пор. Так, все они бегут вот сюда, да? Направо. Значит, здесь нужна линия из порталов, которая будет отправлять их, например, даже вот сюда. Подальше вообще. Текс. 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 И текс. Посмотрим, как это работает. Ну, большинство отправилось. Но, опять же, на них быстро среагировали. И сразу же их расстреляли. Значит, нужно перенести еще дальше. Нельзя, да так? Ладно, последнюю попытку сделаю. Если ничего не выйдет, пойду проходить Сталинградскую битву. Что-то мне прям супер не нравится то, что здесь происходит. Слишком жестко. Максимально жестко. И к такому жизнь меня не готовила. Текс. Здесь у нас будет оборона. И посмотрим. Да, они выходят, но все равно их, опять же, сразу расстреливают. Отправлю я их сюда. Будет то же самое. Их расстреляют. Их можно отправить вниз попробовать. Ну, ладно. Это последняя попытка. Вдруг все-таки здесь им найдется место под солнцем, а? Ой, не туда ставлю. Вдруг здесь им будут рады, а? Черт. Слишком безумное задание. Слишком безумное. Нельзя такое делать. 90 секунд. Что там? Вообще не знаю. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Вот. Еще дальнего боя пацана можно было поставить. Здесь просто мины. А нет, даже не так. Башни Тесла убираем отсюда. Они здесь не понадобятся. Башни Тесла будут стоять здесь. И бить током всех, кто решит на меня покуситься. Лучников я сразу расстреляю вражеских с помощью старых добрых турелек. Турелек будет много. Турельки будут стрелять сюда. 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 Всех лучников попробуем ликвидировать. Ближники просто-напросто не смогут сюда дойти. П-п-п. Ну, мои. Сами по себе ближники. Тут можно поставить бажню гипноза. И тогда они будут стоять на месте. И не будут сражаться. И это, может быть, позволит им выжить. Так, еще обильно усею все это минами. Вдруг поможет. Ну, еще одну башню гипноза. И еще одну. Они выходят сразу стоят здесь. Просто не дергаются, не выдумывают ничего. Не выпендриваются. Да, вражеские лучники почти сразу были уничтожены. И вот что у нас получилось. Мы нашли себе зону комфорта. Разрубили всех врагов. Они вот отсюда. Стреляют сюда. Ну, смотрите. Битва уже практически закончена. А я должен еще 60 секунд жить. Что я должен делать 60 секунд? Что я должен делать 60 секунд? Я не знаю. Стойте здесь. Меня сразу на выходе расстреливают. Ладно. Я не знаю, что делать с этим заданием. Друзья, если у вас есть варианты, обязательно пишите в комментах. Это просто ломает мой мозг. Сто пудовый ответ лежит где-то на поверхности. И он максимально простой. Но я не могу его найти. Не могу. Окей, двигаем дальше. Мы должны сделать так, чтобы от яда погибло 28 юнитов. Но я от яда не смог убить пока еще ни одного юнита, потому что крайне непонятно, как работает яд. Скажем так. Вот я ставлю яд, и все живы. Ни один человек не погиб. Им просто плевать. Смотрите. Бэм, 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 бэм. Яд пытается как-то продамаживать, но никакого эффекта это просто за собой не несет. Никакого. Врагов становится больше. Думаю, что можно попробовать убивать под ядом. То есть сначала мы бойцов отравляем, а потом выпускаем монстров, которые и будут как бы их валить. Посмотрим, сработает ли это. Выпустили монстров, и... Походу, в этой версии игры яд вообще не работает. Ибо я не знаю, в чем проблема. Собственно. Вообще не знаю, в чем проблема. Ну, яд вообще не работает. Почему? Блин, там безумное, неотбалансированное задание. 90 секунд. Здесь... Здесь яд. Как, черт? Ну, давайте хотя бы организуем, попробуем победу синих. Это нам даст увеличение количества. Может, и яд со временем заработает. Давайте организуем победу синих. Но как ее организовать? Яд не работает. Этот отряд быстро уничтожить не получается. Зверей у нас 5 штук. Но они крайне неэффективны. Они сразу погибают мгновенно. Мы ни одного чувака не убили. Просто ни одного. А нет, одного убили. Ну, хорошо. Мы, по крайней мере, задержали... Прибытие основных сил... Зеленых, да? В это время синие могут как бы расстреливать. Позиция у них, по идее, вроде как более удобная. Давайте ускорим и посмотрим, будет ли победа синих или нет. Пока синие побеждают иногда. А иногда проигрывают. Давайте, давайте. Победа синих. Просто хочу получить следующую награду. Хоть какие-то миссии-то мы сможем сделать. Странно, что синие здесь почему-то сильнее. Прямо ощутимо сильнее, да, войны? Ладно. Я получил новое оружие. А, это следующая награда будет новое оружие. От яда должно умереть. Убить 50, используя любое оружие. Не получится это задание выполнить, потому что яд не работает. Ладно, может на синих он подействует. Блин, опять, опять. Вот яд. Поставим яд еще здесь. Я не знаю, может со временем он начинает работать. Или еще, или как, или почему. Я не знаю. Поехали. О, работай, яд! Яд, ну почему ты не работаешь? Ладно, друзья. На этом мы пока остановимся. Я толком ничего не смог сделать. На первой карте. По моей вине, конечно, по моей. Мне не хватило мозгов, как решить эту задачу 90 секунд. Неизвестно. В этом уровне просто не работает яд. Вы это прекрасно видите. И это жалко. Жалко, жалко, жалко. Надеюсь, разработчики пофиксят эти проблемы. Было бы очень круто. Ну, а на этом пока все. Большое спасибо. До новых встреч. Будьте счастливы. И не умирайте от ядов. Пока. Продолжение следует...